что нужно делать в солнечное и лунное затмение и как их провести правильно по ведам солнечное и лунное затмение считается неблагоприятным оскверняющим особенно в тех областях земли где она видна там она сильнее влияет и чтобы защититься от негативного влияния затмения весь день лучше поститься хотя бы не есть зерновые и ничего не есть в самый пик затмения чтобы очистить себя и дом как затмение закончилось можно принять омовение помыть полы сбрызнуть и протереть предметы мебели некоторые даже меняют после затмения все постельное белье и стирает одежду если есть какая-то приготовленная еда которая коснулась затмение и лучше отдать животным священное писание в дни затмения рекомендуют отправляться в паломничество по святым местам принять омовение в святом источнике посетить храм сделать пожертвование с духовной точки зрения затмение считается благоприятным событием пожертвование и аскезы в этот день приносит увеличенный результат шимад бакова там рассказывается как ведические времена люди вели себя во время затмения о царь зная заранее об этом затмении множество людей отправились в святое место саманта панчика чтобы увеличить свое благочестие прибыв саманта панчика благочестивые ядовы сначала омылись а затем с великим усердием стали поститься после этого они одарили брахманов коровами которые были красиво наряжены украшены гирляндами и золотыми ожерельями шимад багаватам десятая песня хари бахте велась есть инструкция как провести время затмения в течение солнечного или лунного затмения человек должен сначала сделать ритуальное омовение и затем повторить свою поклоняемую мантру тщательно контролируя свой ум от начала и до конца затмения замечательное занятие во время затмения это повторение мантр слово мантра переводится с санскрита как освобождение ума а ум оскверняется из-за негативных солнца и луны в затмении и несколько кругов махамантры харе кришна будет самым успокаивающим и очищающим действием эта мантра очень особенная она очищает без омовения ее можно повторять и воскверненном состоянии например как проснулись даже не встали с постели сразу же можно повторять харе кришна махамантра очищает пространство и самого человека происходит это постепенно это довольно длительный процесс поэтому шила прабхупада рекомендует каждый день воспевать по 16 кругов махамантры и и не обязательно повторять на четках можно считать на счетчике на пальцах а иногда считает просто по времени 10 минут по повторял это один круг эту мантру можно повторять и вслух и про себя и даже мысленно когда идите спите и шепотом когда что-то делаете куда-то идете это мантры может жить с вами 24 часа в сутки и стать близким другом и помощником успокаивая очищая ум и помогая принимать верные решения это такой технический аспект махамантры а еще есть духовная сила когда через мантру происходит разговор с богом почитай некоторые цитаты из харе бхакти виласы о благоприятности солнечного и лунного затмения не существует лучшего времени для инициации чем время солнечного затмения все что совершается во время солнечного затмения приносит безграничные плоды о благоприятное и удачливое тот кто видит господа кришну поклоняясь ему по милости духовного учителя во время солнечного затмения или когда солнце входит в знак зодиака немедленно становится счастлив и все его греховные реакции вырываются с корнем результат достижимый воспеванием мадр во время солнечного или лунного затмения удваивается если инициированный человек слушает вараха пурану течение лунного или солнечного затмения человек должен поститься оставаться в чистом состоянии ума и повторять свои поклоняемые мантры от начала затмения и до конца стоя в воде реки текущей в океан по грудь как оба затмения и солнечное и лунное считаются благоприятными в соответствии с великими мудрецами благочестие от соблюдения два дыши как растущей так и убивающей луны сильно удовлетворяет господа вишну харе бхакти виласа ом